Тренировочное, что-то такое. И там тоже этими фруктиками квадратными порезанными кормили? Было что-то наподобие, я не помню мяса, но помню, что-то наподобие яиц было. Не помню жареное, но вот как вареное что-то вот такое было. Не уверена, что я это. Квадратные такие кубики из фруктов порезанных, это было. Аши какие-то. Что-то такое было волокнистое, но не мясо. Что же это могло быть? Я сейчас не могу придумать. Я помню волокна. Как водоросли, только оно росло на земле. Ну, не мог, но вот таким. Трубка, а потом вот такой лист, потом трубка и опять лист. Вот это порубили, рубили и иногда давали. Да, ты говоришь, фрукты с квадратиками, как типа сиропом прозрачным. Да, да. Окей, да, мяса не было. Этот бред с поеданием мяса похоже только вот здесь, нам впендюрил курак. Знаешь, вот волокнистые, это орехи, что-то вот такой формы, фрукты какие-то такие волокнистые, прям есть же у нас. Я думал, волокни длинные. Длинные тоже длинные. Что-то было, да, а это как волокнистое что-то было, но оно не было сладким. Это овощи скорее, чем фрукты было. На базах в космосе, когда были, что там делали? Тренировались, там нужно было чувствовать гравитацию или какие-то там другие были занятия. Но я помню, что там очень долго, во-первых, это психологически было трудно, там были самые длительные подготовительные периоды, там были самые длительные подготовительные, потому что считалось, что на какой-то из планет более легко, чем именно в космосе. Там закрытый цикл, закрытые пространства, закрытые группы. Нужно было иметь между собой, ну не то что ладить, но да, человеческие какие-то отрабатывались вот именно навыки работать в команде. Там были вахты какие-то, вот вахты хорошо помню. Нужно было за чем-то следить, как радары какие-то, но это не то, что у нас там стоят радары, там нужно было сидеть перед экранами. Помню, что вот много-много вот так экранов, это не в окна смотреть, понятно, а вот много-много экранов вот так в один ряд и второй ряд, и нужно было за экранами постоянно следить. А я помню, я по трендить любила и за это получала всегда, что отвлекалась. С кем трендить-то? Ну там же были, кроме меня, тоже кто-то. Я не знаю, с кем я трендить любила. Но я помню, что если туда, это было, понимаешь, как там не было уединения, там очень трудно было уединиться. Там как каждая минута была, ну не то что расписана, а постоянно в каком-то обществе. Да, да, происходило. И вот, чтобы уединиться, мне больше всего нравилось там находиться в этой рубке, когда выпадало как дежурство, это для меня было круто, потому что там кто-то один возле меня был, какой-то человек один, двое, ну не больше. Не убежит, все, он попался. Расговаривай. И делать нечего. В другие времена что-то делать надо на тренингах. Да, можно было, да, можно было просто, или слушай, не хочешь говорить, хотя бы слушай. Да, это получало тоже. Вот за это помню, что меня ругали, но там уже мужик был какой-то такой уже, ну в возрасте, и он на меня, ну, журил или ругал какие-то, как взыскания за то, что вечно я попадалась на том, что отвлекалась. Помню такое кресло, которое я так раз, как, знаешь, вот такое впечатление, что это было полукруглое, и кресло вот так, как по этому, по роликах, по каких-то ездило, именно туда-сюда, вот так, как по таким, ну, рельсам. Я помню, так оттолкнусь ногами, чух, туда, и он заходит, ох, орал на меня, когда-то помню. Вот это точно запомнил. А я такая красавица вся, жух, и лечу туда. Экраны пофигу, вот это я хорошо запомнил. Ну, это если вот далеко видеть, подъехать и посмотреть поближе, да. Оно же для дела ролики эти. Ну, конечно, а я же без дела каталась. Я тоже для дела каталась. Вообще, насколько помню, там, знаешь, такое впечатление какое-то, что может быть потому, что мы были молоды, но я во всяком случае это не очень серьезно воспринимала. И все остальные, кого я помню, мы воспринимали это, да, как данность какая-то, как игра или как, ну, подготовка. как ребенок, который не знает, вот, многие эти дети знаменитости, они думают, что у всех детей такое, что у всех вот концерты, всех там возят, и что они с другими людьми общаются, с детьми, так же, как они думают, что у всех такое, удивляются, почему у других такого нет. Как это там? Они не знают, что другого. Ему уже 10 лет, а он еще никуда не ездил, как это так? Типа такое, ничего на концертах не было. Я помню, что мы воспринимали это, не ждали каждый день угрозы, это не был период такой, знаешь, как СССР и США, там, холодная война, и все каждое утро там слушали, а ну-ка, сегодня там, Карибский кризис или еще что-то. А так, ну, во всяком случае, мы это воспринимали как подготовку, как работу, но не ожидали вторжения каждый день. Но в то же время мы там тоже недолго прожили, что-то произошло, да? Да, мы там недолго прожили. Еще это предстоит вспомнить. 21, по-моему, год у меня был. И луч какой-то, но это я уже буду вспомнить потом. И взрыв какой-то. Луч и взрыв. Взрыв и луч, да, это я помню. Ты говоришь 21, и почему-то 22. Может, я старше была на год? Не знаю. Не суть, да, но примерно такого возраста, как перед тем, как уже вот впечатление, что уже курс был закончен, и просто после курса или, ну, на уровне 22 лет, да. 21-22. Что-то было тогда, какое-то состояние, когда я пытаюсь вспомнить, знаешь, вот состояние, перед смертью вот живот сводит. Не от боли, а от какого-то, не то что ужаса, мышцы, страх, да. И вот именно вот этот вот, где пресс, да, вот эти мышцы вот так аж сводит, потому что, ну, какое-то вот ожидание. У меня сейчас затылок болит. И копчик, как всегда. Ожидание чего-то такого, да, вот как полностью все сжимаешься. У синих это было перед чем, после чего. Какая вселенная. Фиолетовая не отбрасывает туда, в ту сторону, что это уже, ну, фиолетовая уже прошла, скажем так, это после фиолетового. После дюна, после дюна получается. Перед черно-белой. Еще же было вот красно-черного этого вселенная. Это где-то. Хотя там тоже уже были как полукомпьютеры. Смотри, если у нас вспоминается, это должно быть все рядом. Оно где-то рядышком, или это довольно высоко, уже. И Звездные войны техническая уже более-менее. Значит, после Звездных войн у нас вспомнилось. Да. Вот вообще буквально перед этой. Да. Перед этой точно. Ну, что они-то говорят? Они показывают где-то какую-то точку. В сторону и выше. Выше? Ну, в принципе, да, компьютеры технологические. Мне тоже показывают. А после какой? Пусть покажут вселенную, которая была до у нас. Красно-черная. Дюна ниже немножко. Они показывают, но это не факт, что мы именно сверху вниз шли. мы как по виткам шли. Они говорят, дюна до. Это более магические. Мы из магического сектора шли в технический. Они вот показывают, я, допустим, им показываю картинку, да, дюны, и не отметают в ту сторону, что это уже было. Если в эту сторону, условно, то, что будет, то тут то, что было. Да, они туда отметают, туда отметают, и красно-черную туда отметают. Да, это уже все было. Миры в магии меньше. Они почему-то показывают, Илья, что дюна была до красно-черной. Да. То есть была фиолетовая, условно, потом была дюна, потом была красно-черная, потом была эта планета. И где-то либо до, либо после была черно-белая, то высадка эта, и потом уже тут. И возможно, что даже игра Эндера была до нашей, вот прямо, и все. Перед-перед, да? Ой. Сейчас будет колбасить, вспоминаться. Блин, да нет, понимаешь, такое впечатление, что вот так кто-то дернул. Ага. Я еще жива, чего она у меня не бьется? О, блин. Там было очень, у меня, по крайней мере, плотное взаимодействие с компьютерами. Я же говорю, это как квантовое и с обычным. Какой-то симбиоз был между мозгом человека и туда, мы как туда погружались и думали этим. Это как-то… Это даже не шлем, а вот перед тобой вот… Да, да, да. Думаешь вот туда. Вот тут считыватели какие-то, ты их не видишь, а вот, ну, как сигналы, прямо мозгу экрана. То есть это думание светом, но вот на квантовом уровне. Я помню, что были разные как предметы, это, ну, условно сказать трудно, что это предметы, разные направления, но мы сидели, просто перезагружалась другая программа, а мы оставались на тех же местах, каждый в своем классе, потому что вот эти места, они за нами не двигались, мы туда приходили, садились, мы были настроены на эти компьютеры. Каждый как на своем сидел. обучение и реальное, и компьютерное. Это парк был еще, помню, гуляли в парке маленьком. Да, был. Как-то очень все было, знаешь, этот парк слишком был, слишком парк. Деревья как квадратами росли, вот квадратно не так, что там, там, а вот как... не просто так сам по себе рос. Парк был, да. Дорожки там были какие-то странные, как резиновые. Не так, как у нас, вот просто тротуары, или что... Впечатление, что тротуары как резиновые были. Не знаю, из какого материала они были сделаны, но реально как резиновые. Дорожки сделали, ну, естественно, яркие такие. Да. Да, и там у нас вот один день выходной был, можно было там гулять. Еще что-то было, как игры какие-то. Там можно было, как просто играть в спортивные игры, но только на открытом. Ну, в свое время, не на уроке, скажем так, как у нас там на уроке детки в футбол или еще чем-то играют. А в свободное время можно было что-то на улице играть. Странная игра в мяч, там как баскетбольный, типа эти волейбольные. Там вот рукояткой можно будет, мяч посылать, а вот тут мешок ловить. Да. Странно. И еще что-то было подобное. И вот так ловишь, как эти. Как с очком каким-то, Да, я это помню. Но там тоже была достаточно такая тяжелая игра. Это не было там просто детское какое-то развлечение. Там требовалось было хорошо и подпрыгивать, и что угодно там нужно было. Еще помню, бассейны были, там плавать можно было. Вот бассейны на улице, помню. Вот они не то, что совсем, по-моему, там тент такой был сверху накрыт, и как в земле просто вырыты эти бассейны, как вот тут трава, и прям, ну, не лежаки, а места для отдыха. Еще природа подобная. Да, да, да. Но это было искусственно, и все, да. И там сверху как тент какой-то стеклянный такой натягивался, как пленка прозрачная, раз, можно было убрать, закрыть, и большие там были эти водоемы. Там все какое-то, оно не было там под природный пруд, это было, если квадратное, это квадратное, условно говоря, там плавать можно было. Или просто отдыхать. Сейчас я чувствую, скоро пойду спать, буду вспоминать очередную смерть, перепроживать снова. Они соврали в этом фильме. что-то личинку или яйцо какое-то нашел и отвез куда-то. Это они выстраивают программу для выживания, чтобы люди пожалели. Да. Там контакт был, но совершенно другой какой-то. Вот это они соврали. Что-то было. почему-то. Это группа проникновения, мы как-то пытались влезть в мозг, мы знали, что там роевое сознание, и мне как мозги выше было. Там была борьба тоже на некотором уровне интеллектуальном. Мне кажется, что мы там почему-то сами себя подорвали. не помню. Вместе с каким-то кораблем, Илья, я помню, вот как, знаешь, вот рука и сверху еще одна и нажимаем эту кнопку. Подлетели, и да. Как я на дюне на планете Бенгисей. Да. Высадка сорвалась меня ножом. Черепи. Падаешь и рукой хватаешься как за рукоятку какую-то. Уже сползая, да. Тыхтян, да, сука, если бы не он. Три таких было, блядь. Там такое впечатление, что подорвались специально, Илья, специально подорвались. Как внутрь чего-то проникли. Это не так, как в игре Эндера. Вообще не так. Как внутрь чего-то проникли и там подорвались. Материнского, да? Да, и там подорвались где-то. Буду вспоминаться. Сейчас выдох немножко. Ломать перестанет. Ну, вот луч точно вижу и все, и конец. Почему-то на боевом каком-то то ли корабле, то ли крейсере. Ну, из вариантов нужно подлететь, к нему. Ничего, сейчас вспомню. Ой, ничего не придумают. Перевирает, да, но изначально... Врет много, да. Ничего не придумывают. Какую-то часть показывает правильное, а потом начинает врать и очень много врет. Это не так все, как у них показано. Подменяет. Многое гораздо прозаичнее было. Они показывают как сказку, чтобы люди не поверили, что это реальность. Ладно. прорвемся. все. Продолжение следует...